можно ли поливать орхидеи цветущие с добавлением сока алоэ как вы видите на экране и я заливаю чем так очень даже хорошо вот все мы вылили еще я использую опрыскиватель который я естественно тоже добавляю алоэ и я со всех сторон опрыскиваю свои орхидеи и они здесь находятся пока они не напитаются как следует водой и когда конечно алоэ этот бомбически просто вот корни прутая на месте с корнями как бы выпрыгивает с грунта это вообще какая-то фантастика и я уже даже боюсь мазать корни вырастают очень быстро они толстые и причем я заметила что если я много намазала но я кисточкой мазала и везде в пазухе и выше по шее да то корни прут так что у меня страх что там не останется места вообще не останется места для этих цветоносов 22 августа этого 2023 года я решила обработать ствол дикого кота дифростированным алоэ спустя месяц мы видим результат появилась нечто вот такая рогатулина то ли это двойной цветонос то ли детка цветонос ну то что вот это нечто длинная цветонос я не сомневаюсь что за мелочь у него на основании пока непонятно но очень интересно привет россия я приветствую всех вас в канун дня осеннего равноденствия на канале классика орхидейного жанра сегодня мы поговорим об очень важном если не сказать критичном времени перехода от теплого времени года холодному от лета к зиме 23 сентября 2023 года в 9.49 утра по московскому времени в северном полушарии наступит момент осеннего равноденствия после этого световой день начнет постепенно сокращаться пока не достигнет своего минимума 22 декабря как помочь орхидеям пережить межсезонье и при прочих равных условиях не впасть в состоянии сезонного стресса три зрительницы канала в трех разных городах мира на двух разных континентах используют одно средство на всех используют по-разному кто-то поливает кто-то опрыскивает а кто-то смазывает кисточкой но каждая получает результат для кого-то ожидаемый а для кого-то абсолютно неожиданный сегодня мы вспомним о пожалуй самым лучшим адаптогене среди природных средств сегодня мы еще раз поговорим об алое и о вариантах его использования какое алое использовать свежее или дефростированное как лучше и экономичнее использовать поливать опрыскивать или смазывать кисточкой можно ли использовать сок алое на цветущих орхидеях и не прервет ли это цветение мне даже не придется повторяться ведь все это расскажут вам сами зрители канала а точнее зрительницы в середине июля 2023 года на канале классика орхидейного жанра вышло видео из бостона от жанны которая показывала и рассказывала о своем цветении которое не прекращается если вы не видели это видео ссылку на него я как всегда оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему после выхода видео в комментариях под видео начались вопросы как жанна добилась такого пышного и непрекращающегося цветения в комментариях жанна рассказывала что все делала по методам канала классика орхидейного жанра но зрителям этого было мало и они хотели посмотреть как все это происходит может быть алое какое-то особенное сегодня жанна нам покажет все из своего помощника алое и методы с помощью которых она его использует и так встречайте жанна бостон массачусетс добрый день наталья добрый день подписчики канала классика орхидейного жанра я сегодня решила полить свои орхидеи с добавлением сока алое и как я обещала я сниму пошагово как я поливаю и что я делаю но прежде чем снять видео о поливе я хотела снять маленькое видео и показать где находится основная часть моих орхидей вот здесь у меня западок но она достаточно большое двойное здесь стоит большая часть моих орхидей значит ответ на вопрос можно ли поливать орхидеи цветущие с добавлением сока алое как вы видите на экране значит вот эти белые орхидеи они начали свое цветение уже цветы распустились в начале мая с того момента я поливала с добавлением сока алое два раза вот здесь вот желтая и вот там розовые это я они у меня цветут уже с марта месяца то есть получается сколько полгода где-то вот и как видите прекрасно цветут прекрасно себя чувствуют вот поэтому на вопрос можно ли поливать да можно вот так что я не буду много занимать времени я просто хочу показать моего помощника вот это мой цветок алое который мне помогает поливать мои орхидеи вот рядышком растет уже 2 это я детку отсадила когда в очередной раз пересаживала ну там я смотрю еще одна детка растет так что вот буду опять пересаживать и дальше продолжать радовать мои орхидеи так что вот пожалуйста вам результат сейчас я расскажу как я шаг за шагом поливаю используя алоэ значит первым делом мы отрезаем лист омоем его обрезаем вот эти шипы и с помощью такой маленькой овощи чистки я очищаю вот эту вот кожуру одной рукой не очень конечно удобно неважно важно показать результат вот и с двух сторон и вот как вы видите вот такое прекрасное желе внутри значит у меня было два хороших кусочка один из них я уже использовала вот это вот я оставила чтобы вам показать вот получается желе вот и на этот кусочек я добавляю одну четвертую стакана теплой воды 32 градуса потом я при помощи этого фуд процессор или как он там называется я превращаю это вот в такую жидкообразную массу вот и и значит вот у меня уже приготовлена вода сейчас мы посмотрим сколько здесь здесь тридцать один и четыре вот и примерно скажем ну половина я добавляю вот в этот контейнер когда все перемешала я просто беру у меня здесь уже стоит вот если вы видите такой контейнер вот в нем стоит стоят мои любимые орхидеи и я заливаю чем так очень даже хорошо вот практически вот все мы вылили вот это в общем то весь процесс на данный момент и все это стоит у меня где-то ну скажем так от 20 до получаса 20 минут полчаса и потом еще я беру опрыскиватель и еще вот так вот хорошенечко туда я конечно тоже добавляю сок алоэ вот и я как следует их мою со всех сторон конечно одной рукой не очень удобно но достаточно достаточно в принципе можно а когда я не снимаю то я естественно со всех сторон двумя руками хорошенечко вот так все 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 поливаю вот и они здесь находится пока они не напитаются как следует водой и когда я вижу что уже листья практически подсохли тогда я вынимаю ставлю на стол вот и когда я очищаю алоэ то иногда получаются вот такие вот прекрасные большие кусочки вот но на них тоже как вы видите есть желе вот и я просто беру и начинаю протирать листья со всех сторон вот таким образом тоже орхидеи получают определенное количество витаминов прямо с неразбавленного алоэ а просто вот реально натуральная алоэ и здесь эти орхидеи находятся до того момента когда они практически сто процентов уже подсохнут потом я их отношу и ставлю на место где они обычно стоят какие-то из них я просто опрыскиваю водой потому что я посмотрела что внутри как бы влага еще есть и эти вообще орхидеи у меня еще я к ним так сказать привыкаю я учусь как их но я вот сегодня прежде чем их тут поставить и поливать я посмотрела что вот этот вот вырос новый росток и прекрасные корни внутри так что наверное все идет неплохо скажем так вот вот этот вот у меня как реанимашечка такая что ли или опыт что ли скажем я провожу хочу выращивать без грунта ну посмотрим нарастил тоже корешки вот этот вот листик вырос в этой в этом контейнере ну вот так что вот это вот мой такой полив решила заснять маленькое еще видео потому что когда поставила на стол чтобы орхидея просохла прежде чем я ее поставлю на ее место то я обычно момент просыхания я осматриваю смотрю где я могу как-то что-то подложить приподнять какие-то листья где-то что-то добавить закрепить вот и я решила посмотреть и что я увидела значит вот это вот орхидея которую я снимала в начале июня тогда вот это вот были еще бутоны сейчас они полностью распущены то есть это на что прошло июль и август то есть чуть больше двух месяцев прекрасно себя чувствуют растут на россии листик один другая орхидея мы тоже листик и вот эта орхидея которая и цветет и наращивает листики и посмотрите какое количество корней так что вот пожалуйста вам доказательства не надо ничего рассказывать объяснять пояснять это я думаю самое лучшее подтверждение тому что орхидеи которые цветут можно спокойно поливать водой с добавлением алоэ толстянки там ну у кого что есть у меня алоэ поэтому я поливаю добавляю алоэ ну скажем так примерно раз в месяц так что всем всего доброго успехов и всего самого наилучшего до свидания когда марина начала использовать алоэ вера ее удивлению ее эмоциям не было предела марина моя землячка она тоже живет во владивостоке марина и раньше использовала алоэ алоэ древовидное или бабушкина алоэ но такого результата как от алоэ вера марина не получала никогда кстати вот этот алоэ до который у меня громадный и который вот алоэ вера у нас вот они все равно различать я помню бабулек покупала тебя на слушать но обычная мой да хороший эффект не спорю вот этот вот знаю приживется он или нет стоит вот он просто этот космический я даже боюсь им уже мазать потому что корни прут отовсюду растение вылазит из коржка потому что корни даже с верхушечных листьев вот этих пазух они со страшной скоростью прут вот именно от использования это алоэ я уже даже боюсь им мазать потому что это какой-то это они толстенные и там по моему даже места для цветоносов не остается одни корни прут причем очень быстро причем что свежий я отрежу что я в холодильнике заморожу конечно алоэ этот бомбически просто у меня котлея была которая вообще ну сидела просто и сидела она вообще не росла я все думала кому-нибудь отдать или еще что-нибудь я не знала где ее обрабатывать я не помню даже что помазала я по-моему по стволу орхидеи помазала там и все и вот сейчас корни понавылазили везде абсолютно ну в общем эффект конечно бомба я вообще даже не ожидала класс и и много вот ну твой способ замораживать просто больше сока получается шкурочки эти я могу приклеить нам эти на мере стенки иногда и это прищепочкой да потом шкурки я эти перемалываю заливаю горячей водой но мне настаивается и вместе вот с этими жмыхом вот этим я тоже в какие-нибудь такие загибающие вместе со жмыхом проливаю органика типа тоже хорошо в общем вещь классная для ленивых так сказать кому или лень долго вошкаться быстренько помазал и и понеслось вот вообще мне очень нравится все класс вот там солнце вот оно солнце сейчас уже к вечеру его хорошо видно но у нас высокая облачность сегодня не на живет в российской сибири в городе братск прежде чем воспользоваться соком алоэ на фаленопсисе дикий кот не на ждала целый год что же не так было с этим диким котом давайте послушаем здравствуйте зрители канала классика орхидейного жанра на связи город братск иркутской области меня зовут нина и я хочу показать вам результат однократного применения дифростированного алоэ вера на фаленопсис wildcat или дикий кот это растение в моем уходе ровно год она была куплена с цветоносом из точки роста от голландского поставщика подверглась пересадки в больший объем и при этом сломался цветонос но уже через месяц кот опять расцвел из меристемной почки а я ждала детку и вот через год цветонос уже достиг нереального размера девяносто три сантиметра а детки все нет и нет условия содержания стабильные много много света он живет на юго-западном окне без притенения очень обильный полив я не даю просушек а ежи и ежедневное опрыскивание с обязательным притоком свежего воздуха летом в жару кратность опрыскивание и я увеличиваю и не сливаю воду которая скапливается на дне кашпо мой дикий кот имеет аромат ромашки в моменты попадания на растения солнечных лучей и вот корни растут цветы сменяют друг друга а детки нет и тогда 22 августа этого 2023 года я решила обработать ствол дикого кота дефростированным алоэ я взяла замороженный лист и при полной разморозки он становится жидким внутри вот эту жидкость я выдавила в стакан а затем кисточкой нанесла по всему стволу растения под листом над листом по точке роста и везде где смогла просунуть кисть под стволиком в корнях спустя месяц мы видим результат появилось нечто вот такая рогатулина то ли это двойной цветонос то ли детка цветонос ну то что вот это нечто длинное цветонос я не сомневаюсь что за мелочь у него на основании пока непонятно но очень интересно по моему моя фраза о том что впереди у нас много интересного с каждым днем становится все актуальнее и актуальнее друзья а как вы думаете что сейчас на ваших экранах свои предположения обязательно оставляйте в комментариях и уже совсем скоро мы узнаем что же такое растит фаленопсис дикий год вот такие невероятные чудеса после использования алоэ свежего и дефростированного случились у зрительниц нашего канала а вы помните что у меня тоже растет канарская алоэ вера в сентябре прошлого года после путешествия длиною в пять недель с канарских островов во владивосток пришли маленькие саженцы алоэ вера и вот уже год они растут в суровых условиях дальнего востока пока я их еще не использовала жду когда подрастут наверное в следующем году уже начну использовать помимо алоэ на открытом балконе шестого этажа обыкновенной владивостокской квартиры растет канарский ионю и глядя на эти довольные жизнью растения можно со всей ответственностью сказать не важно где ты важно кто ты и если вы понимаете суть и желание растений не важно каких не важно где вы живете в суровых условиях дальнего востока россии или на канарских островах а может быть в бостоне штата массачусетс вы везде сможете выращивать орхидеи без всякого использования химически синтезированных препаратов только лишь на основе природных средств не верите а вы попробуйте но сначала изучите два плейлиста фаленопсис и вопросы по уходу и целебные снадобья для орхидей а чтобы увидеть результаты зрителей ознакомьтесь с плейлистом который так и называется истории зрителей ну а теперь с любовью и огромным приветом из владивостока я напомню вам что 23 минуты вы провели на канале классика орхидейного жанра и если это видео вам понравилось если оно показалось вам интересным и полезным поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас наверняка очень много интересного